Был проведен, представлен план по реструктуризации коечного фонда, освободив те койки, которые были перепрофилированы, либо дополнительно созданы для организации плановой работы медицинских учреждений. С 10 февраля будет проведена четкая градация в рамках 198 приказа Минздрава Российской Федерации инфекционных госпиталей на два типа. Инфекционный госпиталь первого типа – это госпиталь для лечения тяжелых и средне-тяжелых пациентов. Этот госпиталь у нас будет продолжать функционировать госпиталь номер один на Взмурье Магаданской областной больницы с коечной мощностью 74 койки. В госпиталь для городских жителей, в госпиталь для долечивания предусматривается Ольская районная больница, где останется 40 койек. В остальных районных больницах койки второго типа, то есть это койки долечивания, составят 60. Итого суммарно 174 койки, такой в коечный фонд с 10 февраля. При этом в каждой районной больнице и инфекционный госпиталь номер два, это детская областная больница, будут законсервированы отделения для лечения пациентов с ковид. То есть останутся на местах оборудования, собственно говоря, сами койки, необходимый минимальный запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. С тем, чтобы в течение 4 часов это отделение могло начать прием пациентов при ухудшении эпидемиологической ситуации и вновь возникшей потребности в коечном фонде. Также будет составлен список и утвержден руководителями учреждений медицинских работников-резервистов, то есть тех, кто будет находиться у нас в резерве для работы в данных учреждениях.